Вот и наша школа. Люди уже завтракают. Доброе утро! Вот и наши любимые. Куарты. Пахилы? Пахилы обязательно. Понятно. Пахилы. 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 Ракета какая. Пифа стоит. Драбина лежалась. Надеюсь, вечер приятно закрепил. Первый учебный день у вас была возможность посмотреть вблизи действующего первого армия. Примерно себе представить, что вас ожидает. Сегодня мы продолжаем заниматься. Очень важный, сложный, ответственный курс, который читает наш Игорь. Прошу собраться. У кого есть кофе, он готовится. Материал сложный, но очень важный. Вчера мы с вами остановились. Прошли к теме крепления солода. Как я вчера сказал, это вот судьбой ночью, чтобы прям выпали. Для проекта солод будет опросить механический воздействие на солод. По оценке, по оценке, по оценке, по оценке, по оценке, по оценке. Такси разнаждался, что в ходе между дворами в этот период, снижался не отомневаться. Но, видать, ученый был, он был от дедер, и все остальные музеи его закрывали, и устроили себя проверкой, и дрожжи еще на наших детских подвесных коньян консульсанций. Помога помогли в мире развития грибинопиологии, и в изучении отношений он много доказал, что это не так. Все сосредоточенно кушают, после тяжелых лекций. Сережа – главный пивовар сети «Пивная дума». Вы знаете прекрасно этот проект, что отличает отличное качество продукта, чистота, и мы всегда восхищаемся работой Сережи. Вот это я рекомендую запомнить очень хорошо, потому что это одна из самых распространенных побочек в «Пиве», которую я сочаю. Не знаю, может, это мне так везет, но это одна из самых распространенных побочек в «Пиве»? Как ощущения? Все круто. Все круто. Все круто. Обмного лучше, чем можно было. Правильно. Отлично. Все просто фантастическое. Правильно. Правильно. Ничем не отличается. Ничем не отличается. Как ощущения от кузова? Так. Да. Ризни. 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 Вражения. Понравилось? Спробовался. А как твои? Напробовались. Ох, напробовались. Классно, как организация. Отлично. Каждому пивовару надо посетить. Всем привет. В школе пивовара находимся. Василий Микулин, Сергей Гойко. Легенды крафтового пивоварения на Украине. Уникальная возможность встретиться, поговорить. Василий. Организация, конечно, просто великолепная. У меня нет слов. Не ожидал, что так все будет. Все секреты пивоварения. Ничего не скрываете. То есть, пропагандируете улучшения крафтового пивоварения, домашнего пивоварения. Улучшение обстановки пивной культуры у нас на Украине. Хотелось бы поговорить с вами. Такие советы домашним пивоварам, молодым пивоварам. С чего начать и что самое главное? Ну, трудно выделить что-то главное одно. Но с чем я согласен, вот Сережа об этом говорил, что помимо обязательной теории, потому что мы же занимаемся серьезным производством, это очень сложное производство пива. Нужно понимать все технологические процессы, всю сущность, так скажем, пивоварения. Но помимо этого нужно быть индивидуальным, нужно быть творческим человеком, открывать энтузиастом, нужно любить то, чем ты занимаешься. Потому что без любви ничего не получится. Ничего не получится, это точно. Да, можно механически повторять какие-то заученные движения, можно копировать чьи-то рецепты. Но если ты делаешь это без любви к этому делу, ничего хорошего не будет. Вот, Сережа, лучший образец того, что человек относится с любовью к своей профессии, и естественно результат налицо. То есть прекрасный продукт, чистый, вкусный, популярный. Стабильный. Стабильный, да. Это самое главное, что… В наше время стабильность. Качество, да. В наше время не стабильность. Островок стабильности. Островок стабильности, да. И качество. Вот. Поэтому считаю, что, конечно, нужно найти в себе любовь к этому делу. Если это любовь и желание, энтузиазм есть, тогда уже всё остальное придёт. Конечно. Я думаю, когда у человека есть желание, любовь, он будет с удовольствием изучать всю науку даже, которая сложная, вроде кажется, что биохимия, биология, технология. Ну, если человеку это нравится, он просто… Ну, на примере меня, я сейчас в эту биохимию залез просто для меня в радость изучать все эти ферменты, как они преобразовываются, все эти высшие спирты, диметилсульфид там, ну… Так что главное, главное – огромное желание. Да. Сергей, а что Вы скажете? Как по Вашему мнению, что одно из главных должно быть… Ну, прежде всего, отношения, нужно впитывать всё, что тебя вокруг окружает. Пригодится оно, не пригодится, да, это покажет время. Самое главное – самореализовываться. Вот. Брать изнутри то, что у тебя от души, да, слоган там, пиво сварено с любовью, кофе сварено с любовью. Вы знаете, что есть бармен и барист, которые варят кофе. И кофе вкусное и невкусное. Просто, может быть, один варит пиво автоматически, потому что он бармен, а другой – варит пиво, то, что ему нравится. Это всё передается, энергетически. Ну, и ребятам хочется пожелать самосовершенствовать, ничего не бояться, не ошибаясь за то, кто ничего не делает. И чем больше экспериментировать, тем больше будет успехов. И даже если на десятый раз получится, это тоже успех. Ну, экспериментировать, конечно, с базой, ну, с определенных знаний, базовых знаний. Да, нужно получить эту базу. То есть базовые знания – то, для чего мы здесь собираемся. Мы хотим дать основу, на которой уже потом можно экспериментировать, искать свой собственный путь и какие-то индивидуальные вещи. Ну, вот как в художественной школах, да, то есть учат держать карандаш, учат чертить ровную линию или крок, перспективу. И учат, допустим, на копирование каких-то известных произведений художественных. Почему? Потому что это отработка руки, знаний, классики. Здесь то же самое, то есть ты учишься простым, там, необходимым вещам, начинаешь с классических сортов, рецептов, а потом уже ты можешь искать свой собственный… Самореализованность, самореализованность. Да, свой какой-то индивидуальный путь. Понятно. Спасибо. Ну, хочется пожелать удачи, вот, чтобы Украина входила в тройку, не в десятку, а в тройку в лучших пивоварах. Тоже на это очень надеюсь. Спасибо вам огромное за популяризацию, за предоставление знаний, не скрывание всех моментов, всех нюансов пивоварения. Это все идет очень на пользу, потому что у нас, как бы, история пива, ну, Советского Союза, Украины, она больше вот эти вот гиганты, лагеры, и больше ничего нету. То есть, как мир ушел вперед с крафтом, мы только сейчас догоняем, и ваш вклад, конечно, не оценим в этом плане. Спасибо. Удачи вам большое. Спасибо.